Девиз речевка и заготовленное домашнее задание из сценических зарисовок и музыкальной композиции. Конкурс ЮИД, если и похож на соревнования школьной самодеятельности, тем, что начинается в актовом зале, то очень скоро для его участников приобретает свой особый антураж, подчиненный единственному требованию, как можно лучше показать свои знания, оценку которому традиционно даст компетентное жюри. А кто, как сотрудник госавтоинспекции, лучше проверит знания правил дорожного движения? Взять правила дорожного движения, то тут дети готовятся более теоретически. И фигурное вождение, они приобретают навыки в практическом поведении. То же самое, как бы мы приближаем эти экзамены в реальных условиях, и они видят знаки, видят разметку. У них все в памяти отлаживается, поэтому вот эти вот два экзамена основных, они будут являться залогом безопасности в дальнейшем для них. Юным инспектором движения учащийся школ города становится, посещая объединения по интересам. Ежегодный конкурс – своеобразный экзамен, за успехи в котором не ставят аттестационный балл. Чтобы ошибки не стали фатальными в будущем. Организаторы напоминают, цель конкурса, конечно, не в том, чтобы выявить победителя. Важно еще раз напомнить о том, что должен знать каждый. Этот смотр-конкурс подстегивает детей знаний правил дорожного движения и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий вот этих и движения. И дети не только вот этот конкурс показывают у нас здесь, на слете, но также они своими агитбригадами, своими знаниями в школах выступают перед родителями, учениками и помогают младшим школьникам где-то правильно осваивать правила дорожного движения. Лучше других уметь оказать первую помощь, а также справиться с прохождением импровизированной трассы на велосипеде. Тройку победителей на этот раз замкнула команда Козинской школы. Учащиеся 16-й школы заняли второе место. Победу одержали хозяева соревнований команда «Форсаж». Надо все выучить, подготовить медицину, номера хорошо отыграть. Вот только усердная работа поможет выиграть и какое-то место занять в этом конкурсе. Следующие испытания на знание правил дорожного движения учащихся 15-й школы ждут в санатории Чонки, где пройдет областной этап конкурса. Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозы».